МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире национального телевидения Чувашия, информационная программа «Республика». Студия Ольга Пырочкина и сегодня в нашем выпуске. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Раз и навсегда. Ну, любовь, наверное, любовь. Любовь и верность. Каков он рецепт семейного счастья супругов, которые вместе уже больше полувека? С вероятностью 99%. Каковы результаты экспертизы останков, найденных при раскопках в каменном склепе? Спасение утопающих – дело рук самих утопающих. Уважаемые отдыхающие, просьба не заплывать за буйки. Сотрудники госинспекции по маломерным судам провели очередной рейд по Волге. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Сегодня Всероссийский праздник – День семьи, любви и верности. Впервые его отметили 8 июля 2008 года. Эмблема праздника – ромашка, которая считается символом любви. Всероссийский праздник любви и верности появился благодаря муромскому князю Петру и его жене Февронии, которые жили в XIII веке. Эту семейную пару православные христиане почитают за покровителей семьи и брака. Петр и Феврония стали образцами супружеской верности, взаимной любви и семейного счастья еще при жизни. По легенде, они умерли в один день – 25 июня по старому стилю, 8 июля по-новому, в 1228 году. Петр и Феврония канонизированы в 1547 году. Их мощи хранятся в Муроме. И жили они долго и счастливо. Бывает такое не только в сказке, но и в жизни. В июне этого года семье Кузнецовых исполнилось 50 лет. В День Петра и Февронии покровителей семьи и верности супругов поздравляли не только члены семьи. Заворожила взглядом карий глаз. Заставила сердечко биться учащенно. Потом и в плен взяла. Своей улыбкой и красивой фигурой. Умением общаться и внимательной быть. Всепоглощающая нежность в груди вдруг появилась. Это строчки из стихов, которые много лет назад Анатолий Иванович Кузнецов посвятил супруге. В этом добровольном плену, каре, глаз и улыбке Риммы Константиновны он уже 50 лет. Они познакомились за сотни километров от Чуваши в городе Вытигра, Вологодской области. Анатолий Иванович там работал в райкоме комсомола, а я была секретарем комсомольской организации детских учреждений города. Ну вот там встретились первый раз. Вот он обратил на меня внимание. Кузнецова вспоминают, по нынешним меркам свадьба была очень скромная. Букет невесте собрали практически под окном. Тогда как раз цвела сирень и черемуха. Кроме фотографий и воспоминаний того, пожалуй, самого счастливого дня у них осталась та же нежность друг к другу и блеск в глазах. Они вырастили сына и дочь, которые им подарили внук и внучку. Но Анатолий Иванович продолжает писать стихи. Наши дети, рожденные в любви, а внуки наши вновь и вновь приносят радость и заставляют нас не торопиться в старость. Как говорят, все гениальное просто. Вот и их рецепт семейного счастья состоит из простых ингредиентов. Ну, любовь, наверное, любовь. Любовь и верность. Потому что, к сожалению, неверность того или другого часто причиной распада браков бывает. В этом мы верны друг другу были все 50 лет. Но самое главное – это мироощущение и взгляд на мир, и понимание, в чем смысл жизни. Поэтому по духу мы с ним оказались очень близкими. 8 июля с 2008 года в России отмечают как День семьи, любви и верности. Супругам Кузнецовым и другим семьям, которые отметили золотые, и даже бриллиантовые свадьбы в администрации Калининского района вручили подарки и медали за любовь и верность. Но, пожалуй, главный подарок к празднику – то, что спустя десятилетия любимый человек рядом. Ольга Пырочкина, Николай Яковлев, Антон Вовк, Республика. К Всероссийскому дню семьи, любви и верности в Национальной библиотеке открылась выставка «Достоин восхищения. Великий дар любви». Популярные художественные произведения, а также любовная лирика, представленные на выставке, напомнят об удивительных, нежных, щемящих, мечтательных и роковых историях любви. Ромео и Джульетта, роман о Тристане и Изольде, «Дамское счастье», «Золя», «Первая любовь» в Тургене, «В унесенные ветром», «Маргарет Митчелл», «Гранатовый браслет», «Куприна», «Алый паруса», «Грина» и другие известные книги. Украшением экспозиции являются репродукции картин известных художников Тициана, Рубенса, Боттичелли, Ренуара, Пикассо, Мане, Крамского и других. Кроме того, на выставке можно познакомиться и с научной литературой, в которой рассказывается, как сохранить отношения, как правильно воспитывать детей. В Национальной библиотеке также выставлены книги, изданные 100 и более лет назад. Например, статистический справочник, созданный известным этнографом Магнитским. В основном женились в 20-22 года. Девушки даже выходили замуж в 24. И свадьбы игрались в основном в июле месяце. На следующий день невеста должна была выйти на работу, на синокос. А на синокос надо было выходить прямо в одежде, в праздничной. Тухья там, хушпу и так далее. Все это изготавливалось из серебряных монет. Это иногда очень много весели эти украшения. Невесте надо было показывать сноровку. Все на нее смотрели, вся деревня. И она работала, работала. И описывается в этой книге один случай, что упала невеста, умерла. Прямо на месте. Это было ужасно. Ужасные обычаи. К другим темам. Сегодня в столице Чувашии вновь говорили о прошлом. Стали известны результаты экспертизы останков, найденных в каменном склепе. Узнать, принадлежат ли они Марии Шестовой, бабушке первого царя рода Романовых, отправилась наша съемочная группа. Во время почти двухмесячных раскопок археологам удалось обнаружить немало артефактов, представляющих историческую ценность. Но ответ на главный вопрос, кому принадлежат найденные останки, получен только сейчас. Сегодня возможно проведение реконструкции внешнего облика по черепу. Это уникальные будут результаты, если нам это удастся сделать. И вообще в перспективе изучение этих останков требует, конечно, хорошей, серьезной, большой научной публикации и потом, возможно, какой-то научно-популярной книги. Несмотря на 99-процентную уверенность в том, что останки принадлежат прабабушке Михаила Романова, работа в этом направлении продолжается. Были проведены серьезные археологические исследования. И сейчас уже можно сказать, что предварительно есть результаты. Большая вероятность того, что те останки, которые были найдены, принадлежат Марии Шестовой. Буквально мы недавно получили результаты антропологическое исследование останков Свято-Троицкого монастыря. В ближайших планах новые раскопки, результаты которых позволят воссоздать точный облик Никольского монастыря, где была захоронена Мария Шестова. Ученые также предложили разработать концепцию будущего историко-культурного центра на месте раскопок. Будет ли восстанавливаться Никольский собор или только часовня, предстоит еще решить. Дарина Игнатьева, Николай Яковлев, Республика. Завтра в Большом зале городской администрации пройдет заседание Городостроительного совета. Вместе с архитекторами специалисты профильных управлений обсудят концепцию развития парка культуры и отдыха Лакреевский лес и эскизный проект строительства многофункционального гостиничного комплекса «Одис-отель». Ну а сегодня в Чебоксарах прошло заседание круглого стола по вопросам энергосбережения в сфере ЖКХ. Свои наработки в этой сложной, но столь необходимой сфере представил руководителя дирекции по проблемам ЖКХ аналитического центра Мария Шилина. По словам московского специалиста, снизить затраты на ЖКХ, решить проблему модернизации поможет программа. При этом она не предполагает финансовые вложения ни жителей, ни бюджетов. Все это возможно только путем внедрения механизма энергосервиса. Экономия происходит за счет того, что проводится система модернизации оборудования. Чувашия – третий регион, где презентуется эта схема. Более подробно о том, как будет внедряться система модернизации энергоэффективности в Чувашии, мы расскажем завтра в программе «Республика». Все лучшее детям. В «АллатРе» завершается строительство нового детского сада. В сентябре он откроет двери для 240 малышей. В каких условиях живут «АллатРцы» и как застраивается город, узнала наша съемочная группа. В детский сад, построенный сразу после войны, до сих пор ходят дети. Виды дошкольного учреждения не самый веселый. То ли от того, что построено оно военнопленными немцами, то ли от того, что свой век здание уже отслужило. Так или иначе, в этом году воспитанников детского сада ждут перемены. Садик был, первоначально имел статус школы, потом после строительства школы сюда перешел детский сад. Рядом находится строительство нового детского сада на 240 мест, который был начат в прошлом году, и который будет завершен к 27 сентябрю. Помимо игровых комнат и летних веранд, в новом садике будет спортивный зал и зал психологической разгрузки. Открытие будет приурочено ко дню работников дошкольного образования. Этой же осенью начнется переселение «АллатРцев», чье жилье признано аварийным в новые комфортабельные дома. На 2014 год у нас запланировано к сносу 1500 квадратных метров. На эти цели будет выделено 44 миллиона на 2014 год. И, в общем-то, по этой программе всего по городу «АллатРа» у нас признаны аварийными 63 дома, которым мы до 2016 года должны переселиться. Строительство шести многоквартирных домов уже закончено. Совсем скоро переселенцы получат ключи от новых квартир. За качество жилья отвечаем мы. О поддержании дома в достойном состоянии задача жильцов, подчеркнул заместитель главы «АллатРской администрации» Дарина Игнатьева, Евгений Анисимов, Республика. Сразу после выпуска смотрите программу «По существу гость студии» депутат Государственной Думы Алена Аршинова. Тема беседы – реализация федеральной программы «Детские сады детям». С открытием навигации на реках Чувашии сотни любителей рыбалки и отдыха на природе спустили на воду свои катеролодки. Однако некоторые судоводители зачастую так спешат выйти в плавание, что напрочь забывают о форме для этого все необходимые документы. Их наличие во время рейдов проверяют сотрудники госинспекции по маломерным судам МЧС России. Вместе с ними отправилась сегодня в рейд июля Важенина. С начала купального сезона на водоемах произошло 19 происшествий. 13 человек погибли, а 8 удалось спасти. Больше всего жертв среди любителей купаний под градусом, а также часто люди гибнут на диких необорудованных пляжах. Уважаемые отдыхающие, просьба не заплывать за буйки. Ежедневно инспекторы ГИМС проверяют несанкционированные места отдыха, то тут, то там, разбросанные вдоль берегов Волги, близ Чебоксар. Больше всего опасений вызывают участок бетонки, расположенный у водозаборной станции Зоовражное, и столь любимая горожанами песчаная отмель напротив речпорта. Впрочем, присматривать нужно не только за отдыхающими, но и за судовладельцами. Они, как и автомобилисты на дороге, должны соблюдать правила на воде. Пробок, конечно, на Волге нет, да и движение не так затруднено, но от этого опасности водной стихии несет не меньше. Самое частое, чем грешат судоводители, это отсутствие экипировки. Также нередко небольшие яхты и катера подплывают близко купающимся людям, рискуют зацепить кого-нибудь винтом. За право нарушения на водных объектах, в принципе, у нас предусмотрены статьи административного кодекса. Основные статьи, которые мы применяем, это в том случае, когда лицо управляет судном без права управления, либо передача, это статья 1.8, либо передача судна лицу, не имеющему права управления. Наказывается тот судоводитель, который свое судно предоставил лицу, не имеющему права управления. Либо управление, вот я говорил, на свое нетрезвом состоянии, либо выход судна технически неисправного. Либо без проведения технического свидетельствования, техосмотра, либо, если судно не зарегистрировано, не несет бортовых регистрационных номеров. Инспекторы водных дорог призывают жителей республики отдыхать и купаться только на специально оборудованных пляжах, которые соответствуют всем требованиям безопасности. Ведь, как известно, жизнь и безопасность человека зависит в первую очередь от него самого. Поэтому не стоит надеяться на любимое русское авось. Юлия Важенина, Антон Вовк, Республика. Сегодня в 20.30 на нашем телеканале смотрите очередную серию проекта «Мудная свадьба». Три пары реальных женихов и невест готовятся к своим свадьбам. Все это они делают под прицелом телекамер. В январе все забронировали, все эти рестораны. В конце марта мы только познакомились, поэтому в январе бронировать. До свадеб участников проекта остается все меньше времени. Как успеть продумать каждую деталь торжества? Да еще и невесты решили, что необходимо поставить свадебный танец. Чья свадьба окажется самой яркой? Смотрите реалити-проект «Мудная свадьба» по вторникам в 20.30. Все здорово? Поженим тебя. Вы смотрели информационную программу «Республика» на национальном телевидении «Чуваши». Я Ольга Пырочкина с вами прощаюсь. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин